СУЩНОСТЬ ПРОРОКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ Состояния и качества досточтимого посланника, мир ему и благо, изложены в Сире, жизнеописании пророка, и истории. Однако большая часть этих состояний и качеств касается его человеческой природы. Между тем, духовная личность и святая сущность этого благословенного человека настолько высоки и светлы, что качества, изложенные в его жизнеописании и в истории, для той высокой личности малы. С той высокой ценностью не совпадают, потому что, по смыслу, ставший причиной подобен исполнителю, каждый день и даже сейчас на странице его совершенств добавляется великое поклонение, равное поклонению всей его уммы. И подобно тому, как он с безграничными способностями в бесконечном виде удостоился бесконечной божественной милости, так и каждый день он удостаивается бесчисленных молитв всей его бесчетной уммы. И вся сущность и истинность совершенств этой благословенной личности, являющейся итогом этой вселенной и самым совершенным ее плодом, и выразителем Создателя Вселенной, и его любимцем, не могут уместиться в человеческие образы и состояния, переданные жизнеописанием и историей. К примеру, благословенная личность, рядом с которой в битве при Бадре, подобно двум приближенным телохранителям, находились ангелы Джабраиль и Микаиль, не может уместиться в образ, видимый единственным свидетелем, которым был Хузаефа в споре с арабом-бедуином при покупке коня на базаре. Итак, для того, чтобы не пойти ложным путем, нужно посреди простых, обычных качеств, постоянно слышимых нами в связи с человеческой сутью пророка, мир ему и благо, поднять голову и посмотреть на его истинную сущность и на его светлую духовную личность, стоящую на степени посланнической миссии. Иначе или проявишь неуважение, или впадешь в сомнение. Для понимания этого смысла послушай следующий пример. Допустим, имеется финиковая косточка. Попав в землю, она становится большим плодовым деревом и постепенно разрастается и набирает мощь. Или же возьмем яйцо павлина. Под действием тепла из него вылупляется маленький цыпленок. Затем он стал прекрасным павлином со всех сторон, расписанным божественным могуществом. И со временем он все больше растет и становится все краше. Теперь этой косточке и яйцу присущи некоторые качества и состояния. Внутри них содержатся тонкие материи. Также и у дерева и павлина, родившихся из них, в сравнении с косточкой и яйцом, имеются большие и высокие качества и состояния. Теперь, для того чтобы рассказывать о качествах косточки и яйца, связать их с качествами дерева и птицы, нужно, чтобы человеческий разум постоянно поднимал взгляд с косточки на дерево и с яйца на павлина, дабы он смог принять эти услышанные качества. Иначе, если сказать, что из этой грошовой косточки я получил тысячу пудов фиников, или это яйцо царь птиц, летающих в поднебесье, разум свернет к отрицанию и отвержению. Итак, подобно этому, человеческая суть достичнимого посланника, мир ему и благо, похожа на ту косточку и яйцо. Что же касается его сущности, блистающей посланнической миссии, то она подобна райскому дереву Туба и птице Гамаюну. И она постоянно становится все более прекрасной. Поэтому, размышляя об этом человеке, спорящем на рынке с бедуином, нужно поднять взор воображения к той светлой личности, которая, сев на Бурака и оставив позади Джабраила, устремилась к Абы Каусейну. Иначе же, или проявишь неуважение, или нас не поверят.